всем доброе утро сегодня уже у нас вторник конечно мы задержались с такой мелкой поломкой но что делать если хочется все сделать по заводу значит труба у нас пришла вчера стоит она 2000 ну вот по креплением вроде все такое под датчики так потом сегодня я еще ждал вот эти хомуты вот они только что пришли короче качество да видите вот это новый а вот это старый но он уже не выкручивался тут он закис так что капец мне пришлось его распилять а так конечно здесь английский made in england на это уже наш я думаю тоже будет ходить но вот этот можно было не менять но он здесь тоже прогоревшие тонкие и он слабо зажимает вовру вот этот и потолще будет и короче четко будет все так вчера пока ждал вот эти все запчасти то я занимался проложил трубку которая расплавилась я ее там тоже надо было на спасателях я спасатели по выкидал и на ёршики такие латунные ёршики трубку нагреваешь и одеваешь вот сейчас показать такого плана вот здесь на ресивере он сзади не увидите вы короче ну я думаю что вы будете понимать о чем я говорю да такая елочка типа латунная ёршики нагревается трубкой на него одевается и на новых машинах уже все соединения идут на ёршика поэтому я думаю они будут держать но целиком трубку менять чтобы было без соединения не получится так ладно поднимаю кабину и буду ставить трубу а еще хотел вам сказать где тут у нас запчасти я вытянул датчик кислорода и почистил его кстати саша тебе привет подписчик приезжал вчера он занимается ремонтом дорог у него фирма вот он приехал так он даже три дня вижу твою машину заехал поздороваться вот и он не привез очиститель карбюратора я вот им промыл датчик расхода воздуха и вот этот лямбда зонды или как он правильно датчик кислорода как он называется тоже он там внутри был весь черный я его залил этим очистителем вроде теперь там керамика стала вся светлая но опять же он не выкручивался получается он выпал с куском крепления который выпал с трубы поняли да он выгорел с вот этой частью получается вот она вывалилась я его не мог не мог никак выкрутить я и обстучал вот эту гайку которая была сверху я ее так лёгенько молточком обстучал зажал такими специальными щипцами вот я думаю когда его обстукивал там а мог что-то нарушить он же такие вещи они очень такие ювелирные ну не знаю будем надеяться что будет работать потому что он стоит я думаю тоже тысяч девять наверное короче такие дела если этого чернота тоже послетала не факт правда что он будет работать правильно его вообще надо менять хотя бы раз два года ну посмотрим сейчас пока ремонтируем а там будет видно заколупался короче отчет датчик вот этот поставил почистил его и поставил хомут поставил все обрабатывал медной смазкой в баллончике типа как выдышка господи и туда под машину залазил короче хорошо же маленький блин уже 60 они 160 все на хомутика все чик-чик-чик вот дома тоже сейчас я покажу все датчики видите ленда это свеча накал от это я не знаю трубка тут идет все короче на графитку болтики везде тоже графиткой помазал новенькие поставил внутри внутри проводку упаковал видите то есть на хомуты как она должна быть одним хомутом весь жмуты трубки и проводка со стянуто не родом соплей тысячи хомутиков вот такие вот мелочи но нереально забирают очень много времени потому что тоже на хомутах видите по проваливал аккуратненько вот уже вот это все вот видите на какие я ерши поставил соединение вот получается я метр шланг полметра шланга вырезал потому что там в той стороне там два соединения плохо было делать рядышком вот и вот не терла чтобы было красиво эстетично так швабры мои блин купил одну потом одни одна с прицепом досталось но она мыть машину больше подходит а это кузов заметать так ну короче все собрано фильтр поменял все трубки по подгонял вчера что тут занимал а вот эту защиту я не знаю ставить ее или нет она такая разлохмаченная как вот это видите и она стекла вата тут что-то такое стекловолокно не стекла вата у меня все руки аж он тут короче чесались и там ранки появились короче она вся развалена не буду я его ставить даже наверно выкину вот это от турбины вот эта железка была от турбины только тут тоже половина болтов обломана вот я его оставлю дома восстановлю тут по приварю болты и она останется а это наверно каким потому что этот синтепон ставить или новую купить на короче пока будем так магнуме у меня не было ничего страшного не произошло фуха что я вчера делал еще футаж я тут до часу не до часу в руну часов на она до 10 а болты прикручивал тому тут она все звенела тарабанила на прицепе по поджимал и трубки же упаковывал все опускаю кабину завожу проверяю моюсь стираюсь и выезжаю всем доброе утро находимся мы все на этой же стояночки сегодня у нас уже среда хронологию немножко расскажу в пятницу я сюда приехал поломался значит субботу я они в пятницу сразу разобрал машину субботу мы переоформляли папину машину воскресенье я валялся отдыхал в понедельник и вторник у меня приезжали запчасти то есть понедельник там часть запчастей приехала и во вторник получается вторник я доделал машину разучился ездить короче все рада во вторник я доделал машину все поделал уже и не стал уже на вечер выезжать потому что в три часа я закончил ее вот я постирал вещи переночевал скупился продуктами и вот сегодня уже в среду утром выезжаю вот это вот магнум стоит беленькие короче тут стоянка уже половина моих подписчиков вот это дядька на этом белом магнуме подходил говорит видео то и смотрел стоянку все угостил дал мне это самое таблетки от головы цитрамона горитки не говорит это те презенте спасибо вам большое пригодятся потому что таблетки а практически с собой никакие не вожу цитрамон пригодится саша тоже приезжал это привозил мне баллончик и как раз датчики по вытягивал а он мне привозил этот очиститель карбюратора тоже так выручил тоже тебе привет и огромное спасибо сейчас проверим вот буду ехать на киев проверим помогло это средство то что я почистил датчики будут они что-то лучше показывать будет дымить мотор или нет короче половина стоянки и еще я говорю приезжали общались приятно приятно что меня люди смотрят узнают это многого стоит он тоже volvo стоит беленькая трехвостная тоже мои подписчики подходили вам привет я как раз был в мазуте под под машиной валялся не получилось подснять вас так что встретимся уже на трассе передадите привет короче я говорю что много кто подходил но я постоянно руки по локоть сажи в солидоле вот и кабина поднятая камера в кабине было так что вам всем привет так потихоньку с третьей передачи трогается 22 тонны может она и не надо так вот она это вольвочка красавица привет вам с братом вдвоем подходили да не получилось жалко что надо камеру все даже где-то на груди висела чтобы можно было в любой момент всех засветить на просторах интернета так ладно все собачки пока загрузили меня повторюсь в среду меня загрузили в обед в пять вечера дали мне документы но завода я выехал уже в четверг с утра в пятницу я уже был на украине я уже сейчас ночи наверно а потому что в пятницу с утра проснулся 6 утра уже на заправке украинская так вчера у нас праздник был украине день прапора все переживали ожидали что с россии полетят ядерные бомбы не знаю стоит ли об этом говорить или нет стоит конечно потому что люди уже натерпелись наше а в россии говорят что войны нету людей не убивают они мирных так движемся мы в сторону киева посмотрим что там оказывается у меня растаможка в пути вот и я могу приехать на выгрузку а еще буду не растаможенная так что я могу еще на выгрузке простоять пару дней оп врюкнулась вот бля у меня там рукавицы я не положил рукавицы и и здоровенный металлический крючок будем надеяться что оно все лежит на баке вот обходил смотрел все смотрел изучал надо было сразу все прятать сейчас посмотрим мягкая машина ман или нет если оно все осталось значит мягкая если не осталось значит не мягкая смотрите лежит таковички то мои мазутные лежат а вот штыря до нету будем надеяться что он не в колесе да бампер надо поделывать бампер у меня вообще там разваливается я его на клей наклей немного зафиксировал но по-хорошему его надо или снимать полностью стекловолокном проклеивать скутер ого какой прикольный короче его надо там заново все вычищать то что там было наклеено и заново все переклеивать или покупать новые не знаю сколько стоит новый поэтому ничего говорить не буду у нас такие чернигове есть евро шестые скане скотовозы может она это и есть черниговская просто переоформили на другой регион так ладно ничего интересного доберусь уже до киева выйду эфир так чуваки такой быстро загрузки у меня в жизни не было даже через ворота задние на термичке получается минут 15 через бок и полностью зашнуровался то есть расшнуровался все как положено не через одну не через три все доски поодевал 15 минут правда мокрый но зато я думал сейчас поставлю камеру буду снимать как я буду тент оттягать досточки подставлять аж не тут то было 15 минут и бегом однако раз короткими лапами другая с длинными я не успевал стойки тягать это ужас но зато все четенько так сейчас нам тут надо где-то на мосту раскрутиться и поедем мы отзвонились по этой по загрузочке короче зашел на ларде ничего такого особо интересного нету я думал может что-то будет именно самого киева на бельце или туда куда-нибудь на эту сторону чтоб через мою подольский поехать вот но ничего интересного не было поэтому я набрал обратно елене и еду грузиться на кока-колу поеду еще раз делаю рейс с кока-колой а дальше мы посмотрим что оно получится так я уже на подъезде там 30 километров осталось до до завода едем заскочил проездом форум взял себе две пиццы будет чем заниматься на стоянке кока-коле хотя у меня еда есть но он ручничок лично я торт и ручник то ручник кто еще что-нибудь забудут сейчас будут писать комментарии что ты скрер у тебя склероз то забыл не помню как называется ребята если вы столько всего делали и тачку успеваю ремонтировать и запоминаю что куда надо попутно еще какие-то семейные вопросы плюс сам загрузки ищу плюс сам лицензию все по фопу делал то честно говоря уже можно и позабывать некоторые новые термины которые появляются в жизни кто вы человек же не машина не робот невозможно все помнить а в плане того что я постоянно проезжаю какие-то повороты или еще что-то там потеряться могу то это вполне вещей я такой я еду я сколько раз николаев проезжал каждый раз по новой дороге у меня нету кого-то есть зрительная память у меня нету и и поэтому мне кажется тут уже не надо все мы не идеальные также как кто-то боится высоты темноты так вот я не запоминаю дороги и при всем при этом я нормально справляюсь своей профессии хотя с дорогами у меня постоянно проблема у меня друг антоха он едет и риту там светофор там поворот налево там направо тому такое дерево будет я не знаю я я сколько раз ездил чернил харьков и я вот от киева до харькова то я чернила до харькова я населенных пунктов не знаю по названиям ты что тут же со мной не поделаешь как бы от точки а точку б приехал и все поэтому вот антоха помнить все каждое дерево какая дезаправка где какой поворот вот меня сейчас обратно вот я буду грузиться на на кишинев я до староказачьего могу опять поворот пропустить там или вообще заблудиться тут зато я умею другие вещи пять лет назад была газель а сейчас man но дорога не знаю поэтому тут уже кто кому кто точнее то то что умеет то на что гораздо когда мы приехали загрузились на кока-коле встретил подписчика тоже возит кока-колу расскажи о себе андрей спринуть землят я понял а на чем работал маман дата а мама да они подавались ман так что кока-колу нормально возить или не советую или нет так же приезжайте на пив завода завод кока-колы будет будем тут колу все возить так привет будешь кому-то передавать да хочу передать привет мать свою руслану и привет так как мой тоже в одессе да я понял так же оставаюсь оставайтесь канале будем смотреть удача брокер на таможне принимает документы по моему до 11 до 12 я если опоздаю что на завтрашний день поэтому я белом белому лечу чтобы успеть на на сегодня она за таможку потому что до завтра я никак не хочу я завтра уже буду в колейке стоять а так я только на таможне проснусь у фу 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 хотя вот это блин всегда когда спешишь что никогда ничего не получается а когда все делаешь не спешат то что получается четко поэтому я даже не знаю спешить лететь или все пустить на самотек ладно успеем мы или нет вы узнаете через пару минут документы мы уже получили на часах у нас без трех минут три короче успели я только подъехал сразу же брокер заехал на территорию таможни и сигналил ну и посигналила тут короче и получается он подъезжает сигналит и все водителя должны приносить ему такую наборы документов сейчас вам покажем файлики обязательно файлики боже первый раз без файлика так он меня тут отчитал и пишем переходы номер телефона переход через который мы идем и свой номер теле короче такие вот дела нам сейчас качаем воздух и выезжаем он у меня уже друг появился на мане отъезжает он зеркале там сказал что у знаменки мы с ним встретимся перед одессой он там станет на ночевку я там наверно стану на ночевку хочу вам сказать это я уже на осмаповской стоянке вот бориспольская объездная и вот когда вы сюда приезжаете и узи пункта выдачи дозволов стоит вот этот вот по джерик белый металлик или перламутр как его правильно назвать то знайте что дозвол вам получить будет ну не проблема но не так не так быстро если какая-то будет проблемка там или ситуация такая спорная да то вот этот человек он вам навстречу не будет идти то есть там не хочу наговорить лишнего но просто неприятный человек необщительный от них то принципе много и не надо его бронируешь и все но ты приходишь забираешь уже оплачены вот но у меня вот был случай когда первый раз даже машина не добавлялась я не хотел от него чтобы он мне допустим выдал дозвол не добавляя машину да но никакую как бы совет не помощь консультацию не дал а после него тут который работник был он конечно все рассказал и вторая машинка со мной было вот этот лёха чернева который на магнуме тоже ехал то у него машина не добавлялась то он этот ускорил этот процесс там в чат какой-то писал короче ну пошел на встречу взял белой церкви у меня дождался подписчик андрюха расскажи о себе а что рассказывать 20 молодой работа нравится работой мотаешься на 15 тонники сейчас заглянем в салончик что-то оба это с поняли это тут так тут блин ни разусь это тот подписчик который мне всякие штучки такие подгоняют прикольные пистолет слышал это тебе не мешает не просто если готовлю и стоянка я убираю за сиденье по переплетик на руле прикольные это ты тут брал его до но он маленький такой понял у меня так такой толстый он неудобный так что на европу поедешь или не работать так и даже категорию через месяц ты еда и вроде же как тандема будет мини цеплята еще 19 полет стекло разбитое да ну мы конечно запарковал что ты так что я так сейчас мы пойдем перекусим и поедем до ум они дамы вместе поедем я там на трассе закрылся сегодня суббота стали мы вчера в час дня уже почти граница видно в этот раз я когда стал колейку было где-то три с половиной километра так друзья я хотел вам показать это даже мы встречались с андрюхой который меня дарил вот эти вот ламбрекены коврики и он не подогнал вот такую полироль я не знаю мне уже стыдно у меня столько подарков делает и вот химчистку салона но химчисткой я пока ну тут сильно все грязно то есть я хочу вот эту штуку оставить на потом когда я уже от мой моющим пылесосом и вот это вот у меня будет на всякий случай если где-то уже в рейсе испачкаю там сиденье или это самое обшивку то это у меня будет про запас то есть я пока не хочу попросту и ну и я вот этот баллончик потрачу допустим чтобы отмыть вот этот вот кусок обшивки задней стенки вот и все и он кончится поэтому лучше прибережем на лучшие времена а вот это вот полироль к она кстати обалденная такая я вот здесь помните я удалял здесь был этот супер клей и она чутка запахом прикольная вот эти вот следы и дедут наждачкой через тут всякие штуки делал мы сейчас это все обработаем она очень крутая андрюха большое тебе спасибо как всегда блин ты я не знаю столько мне уже всяких подгончиков сделал с меня шашлыки уже по-любому где-нибудь на стоянке если встретимся то шашлык с меня по-любому вот ему так обработаем и пусть она подсыхает потом тряпочка тиранем и все и будет у меня пластик как новенький видите тоже супер клей но я уже тут не трогал потому что сильно обрабатывать точнее сильно шкрабать этот супер клей тоже не хочу портить вот такая вот у нас красота но верху вверх верх не нужно можно и попробовать а можно и не пробовать что вы скажете они такие попробуем порядок привести их бы хорошенько химии сначала помыть но я их салфетками влажными и сведера 3 тряпкой мыл в водой там с галой с моющими короче кабинка облагораживается ну и таким макаром чуть позанимаемся так что андрюха большое тебе спасибо бишь вам в колейке уже занимаюсь вот здесь она так так себе то есть не сильно может потому что они не сильно поцарапаны были но вот это вот штукенция она вообще преобразилась смотрите она блестит как новенькая и холодильник тоже